добрый день друзья сегодня я хочу вас познакомить с таким латышеским пирожным как парсла в переводе это снежинка она очень-очень воздушная очень нежная и готовится она из бисквита с творожным кремом мы сегодня с вами его приготовим и в конце видео как всегда попробуем готовить его не сложно она получается безумно вкусная так что пойдем готовить бисквит для нашего пирожного мы сегодня будем делать без разделения яиц на белки и желтки и нам потребуется 4 средних яйца сахар разрыхлитель ванильный сахар и мука муку обязательно просеете я ее уже просеяла и сейчас мы очень быстро сделаем этот бисквит в миску разбиваем яйца и взбиваем миксером и где-то около минуты где-то вот до такой консистенции когда появятся пузырьки уже теперь всыпаем сахар ванильный сахар и около 5-7 минут взбиваем до пышные пены пока яйца у нас не увеличится в размере где-то в раза два может быть даже три и весь сахар наш не растает я взбила яйца вот до такой белой воздушной массы теперь берем муку смешиваем ее с разрыхлителем перемешиваем как я говорила мука у нас просеяно можем просеять и два раза если вы хотите и теперь небольшими партиями подсыпая к этой уже лишней массе аккуратно чтобы не осадить наши яйца взбитые добавляем муку и замешиваем замешиваем до однородности чтобы не остались бы не промешанные комки муки делаем так до конца замесили тесто до однородности и будем теперь переливать форму я буду использовать сегодня разъемную форму размеры формы я напишу в описании вместе с рецептом вы можете если у вас нет такой формы просто взять обыкновенную в противень застелить ее сначала пергаментом пергамент ничем смазывать не нужно и просто вылить на противень противень берите примерно стандартного размера я переливаю тесто и аккуратненько разравниваю его сейчас покажу дальше что будет я перелила тесто и теперь аккуратно лопаткой сильно не придавливая разравниваем по форме или по противню опять же делаем все аккуратно чтобы нашел наши белки желтки взбитые не осели выравниваем примерно равномерным слоем в это время у нас уже духовка разогревается разогревайте духовку на 180 градусов может быть на 190 я не знаю какая у вас духовка ориентируйтесь по духовке сами и выпекаться он у нас будет где-то от 10 до 15 минут а вообще я не слежу за временем а я слежу за видом моего бисквита бисквит тонкий выпекается быстро поэтому тут много времени нужно будет главное что первые этих 10 минут духовку не открывайте чтобы наш бисквит не осел все разровняли и ставим духовку у меня бисквит готов он у меня выпекался около 18 минут я проверила зубочисткой зубочистка выходит сухая он готов сейчас он очень очень нежный оставляем вот таком положении его до полного отстывания пока наш бисквит отстывает мы приготовим крем для крема нам потребуется сегодня творог творог лучше взять пастообразный не кислый если и достаточно жирный если он у вас зернистый перетрить сначала его через ситечко чтобы удалить эти комочки растереть также нам потребуются сливки и сахар сейчас перекладываем творог всыпаем сахар и взбиваем до растворения сахара я вот так взбила творог вместе с сахаром теперь мы перекладываем туда переливаем сливки сливки должны быть жирные у меня 35 процентов не ниже 33 берите чтобы они взбивались и теперь уже вместе со сливками взбиваем наш творог мы добавляли ванильный сахар уже в бисквит но если у вас есть желание вы можете добавить ванильного сахара еще немного и в нашу начинку наш крем я добавлю немножечко можно вообще не добавлять и взбиваем до пышной массы вот такой пышный густой крем у нас получился и теперь мы приступим к сборке наших пирожных я взяла корж разрезала его на две одинаковые части и теперь будем собирать наш наше пирожное берем две третьи части крема то есть большую часть одну часть оставляем на верх и две части кладем на средний уровень и довольно таки большим слоем выкладываем наш крем разравниваем еще и добавляем такие пирожные мы делаем пирожные можно сделать и как торт многие так и делают но мы делаем такой классический вариант такой как обычно делают в латвии делали его продают именно не как торт а как пирожные поэтому мы будем делать как пирожные выложили начинку и теперь кладем наш второй корж слегка прижимаем выравниваем края и теперь наверх выкладываем все оставшуюся весь оставшийся наш крем здесь слой будет потоньше сейчас я выровняю покажу очень длинно затягивала вот так я немножко выровняла вверх и теперь отправляем его на холод можно поставить холодильник где-то на два два с половиной часа и потом мы будем уже разрезать и оформлять наши пирожные дальше мои пирожные то есть мой еще пирог постоял на холоде где-то два с половиной часа и теперь мы будем его разрезать разрезаем если вам нужно вы обрезаете краешки неровные и обрезать не буду оставлю так как есть и разрезаем на прямоугольные пирожные берите нож очень острый потому что бисквит достаточно мягкий и разрезаем на несколько частей я свой разрежу на 8 частей на 8 пирожных вы уже смотрите по размерам какой у вас получается но обычно они подаются именно прямоугольными такими пироженками очень мягкий он не требует пропитки поэтому резать надо достаточно аккуратно но я делаю для своей семьи если вы хотите делать для гостей ну конечно сделаете все намного еще аккуратнее и красивее все ради разрезали на пироженки и теперь последний штрих нам нужно посыпать его порошком какао я буду посыпать через ситечко небольшим слоем посыпаем порошочком какао и наши пирожные готовы и мы можем подавать их к столу сейчас я выложу на тарелочку покажу вам что у нас получилось ну вот такие пирожные у нас сегодня получились и теперь мы с вами попробуем что у нас там получилось эти пирожные не требуют никакого никакой пропитки как я уже говорила они очень очень нежные безумно вкусная творожная начинка наш творожный крем очень очень нежный бисквит мне кажется что очень очень несложное приготовление и достаточно быстро ну вот такое видео у нас сегодня получилось если вам понравилось ставьте лайки пишите комментарии делитесь с вашими друзьями и кто еще не подписался на мой канал подписывайтесь мне будет очень приятно узнать что вам тоже нравится как я готовлю все приятного аппетита и до свидания спасибо Продолжение следует...